Приговор Палютов выносит сам в ванной собственной квартиры за два часа до судебного заседания. Бывший замглавы территориального отделения Минимущества по Москве с официальным обвинением не согласился. Выстрел в грудь из двуствольного охотничьего ружья не оставил ему никаких шансов. Скорая констатирует смерть. Это было самоубийство. Плотно упакованное в пакет ружье увозят на экспертизу. Я бы даже удивилась, что у него оружие даже было, что он охотник. Никогда. Теперь уже точно известно. Причина – вердикт присяжных. Девять из двенадцати голосуют за, признавая вину экс-чиновника. Я не ожидала от него. Он абсолютно спокойный, равновешенный человек. Следствие выясняет. Владимир Полютов и его бывшая начальница, глава московского управления имущества Татьяна Найденова, вместе украли два с половиной миллиарда рублей. Им грозило до десяти лет. Уголовное дело поступило в московский городской суд с грифом «совершенно секретно». Потому все материалы, которые в нем содержатся, а также ход его рассмотрения, происходят в закрытом судебном заседании. Итоговое заседание из-за смерти одного из участников перенесли. Станка «Импорт» здесь находится? А кто нам не разрешил здесь снимать? Сто процентов акций. У АО «Внешнеэкономического объединения Станка «Импорт» принадлежат государству. Предприятие – флагман советской внешней торговли. Найденова и Полютов, перешагнув через свои полномочия, оформляют приватизацию всех иностранных активов. А что, следственный комитет завел какое-то дело? Приобретенные еще в советские годы акции и недвижимость, их стоимость оценивают 16,5 миллионов евро, проданы за копейки. В частности, техника «Коммерческий центр» в Лонжемо под Парижем. Именно здесь в свое время было открыто первое учебное заведение РСДРП для подготовки партийных кадров из рабочих. Лекции читал в том числе Ленин. Схема мошенничества была хорошо срежиссирована и длилась ровно 4 года. Стратегически важное предприятие. За всю свою 80-летнюю историю оно ни разу не останавливалось даже в годы войны. Медленно и почти незаметно превращали в частную собственность. Украсть хотели, конечно, не проектно-технические разработки, а имущество. Гигантский холдинг – это ценные бумаги и порядка 150 зданий. Одно из них здесь, на набережной Академика Туполева. По версии следствия, работала преступная группа, но подпись почти на всех документах одна. Это подпись Палютова. Перед смертью бывший чиновник оставляет записку. Я не самоубийца. Я не бегу от позора, постигшего меня. За мной позора нет. Все, кто жил и работал рядом со мной, это знают и подтвердят. Это откровенное, грубое, неприкрытое, циничное воровство. Причем, скажем так, проведенное по схемам, не требующие большой изобретательности, большой фантазии. Грубо, надо цинично сворованные огромные деньги, принадлежащие государству, а в конечном итоге налогоплательщикам. Налогоплательщикам принадлежали и деньги на развитие села. В громком деле Росагролизинга новый подозреваемый. На вопросы следователей и оперативных сотрудников отвечаем четко и есть. Гендиректору ООО Тамбов Горснаб, помощнику депутата местной думы, если верить найденной корочке, приходят ночью, чтобы уколов не успел уничтожить улики. Оперативники изымают бумаги, на которых в том числе подпись бывшего гендиректора Росагролизинга, экс-главы Менсельхоза Елены Скрыльник. Чем занимаетесь? Занимаюсь в протаже техники. Какой технике? ССКХ здесь. Уколов, по версии следствия, похитил как минимум 150 миллионов рублей. Под предлогом закупки товаров у сельхозпроизводителей деньги Росагролизинга переводились на частные счета. Главный вопрос, куда делись 39 миллиардов, которые сама Скрыльник назвала просто задолженностью, остается открытым. Экс-министр по-прежнему только свидетель. Официально у следствия нет претензий и к Сюрдюкову. Одна из ключевых фигур скандала в оборонсервисе, впрочем, уже начала говорить. Каких вопросов? Выходим все. Выходим. Слата, покидаем в зал. Давайте выходим. Сметанова, ее арест продлен еще на два месяца, признала свою вину. По указанию чиновников из Минобороны она действительно занижала стоимость военных объектов. Должностные лица Департамента имущественных отношений подготовили и подписали у Анатолия Сердюкова, тогда министра обороны Российской Федерации, правовые акты, позволяющие коммерческим структурам приобрести нефтеперевалочный комплекс в Мурманской области. Режимное предприятие, лишь один из объектов, который оценила Сметаново, предпродажная скидка на нефтеперевалочный комплекс, подъездные железнодорожные пути и резервуары с мазутом, четверть миллиарда рублей. Именно здесь заправлялись корабли всего Северного флота. Что-то случилось, какие-то проблемы что ли у вас? Это имущество государству вернуть удалось, но в деле оборонсервиса только выявленных эпизодов 14, то есть 14 военных объектов, уже точно украли. Ольга Скобеева, Игорь Кузнецов, Андрей Николаев и Вероника Магазейщикова. Вести неделя.